Всем привет, YouTube! Вы находитесь на канале про умные гаджеты, меня зовут Миша, и в этом обзоре у нас с вами инструкция, туториал, как с приставки X3 Cube, X3 Pro, а также X3 Plus сделать приставку с операционной системой Android TV, вот прям как у меня сейчас на мониторе. Как это сделать, сейчас я вам все расскажу. Лично мне нравятся приставки UGOS как само железо, и нравится операционная система Android TV. Я, можно сказать, фанат этой операционной системы, вот, но покупать UGOS, а потом перепрошивать, и тем более... Я-то сам это могу сделать, но мне не хочется это делать, ну, заморачиваться. Если подписчикам рекомендовать, так тем более, потому что вы можете потерять гарантию, вы можете что-то сделать не так, и вообще что-то с приставкой будет не ок. Поэтому сегодняшний способ, как превратить с UGOS прошивку Android, чистый Android на прошивку Android TV, я расскажу. Причем с возможностью отката, причем без прошивки, очень простым способом, и чтобы прям все сделать по красоте. Если вы хотите купить эту приставку или пульт к ней, то ссылочки на покупку в интернет-магазине надежном в Украине есть под этим видео, так что в случае, если вы захотите, также уже можно купить на Android TV прошивки, поэтому переходите, там будет ссылочка. Также не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропускать новые вот подобные свежие видео, вот, и будем с вами на связи. Но если вы не подпишетесь, все равно спасибо за просмотр. Короче, не буду долго томить вас предысториями, сейчас мы перейдем к большому экрану, и я вам покажу, проведу за ручку все, что нужно сделать, чтобы у вас появилась вот такая вот операционка. И так что будьте внимательны, смотрите то, что я показываю, и делайте то же самое. А в результате вы получите вот такой вот крутой интерфейс Android TV, который лично мне больше нравится, чем чистый Android. И вот, посмотрите, как все будет выглядеть. Будет работать у вас голосовой помощник с микрофоном. Какая погода за окном? Сейчас в Киеве минус 2 градуса и облачно. Или, например, там, побег из Шаушенко. Вот что нашлось по запросу побег из Шаушенко. И сразу же находится этот фильм в приложении NUM, вот в HD Video Box, и его можно сразу же быстренько посмотреть. И любой фильм, вот голосовой помощник, ассистент, это очень удобно. В общем, полноценный, не какой-то там урезанный Android TV на вашем УГОСе без прошивки. Даже же я вам сейчас покажу, что есть и приходят обновления, официальные обновления от ЮГОС. Вот, например, мы сейчас ПЭВ смотрим. И что у нас? Да, есть у нас обновление, 36 мегабайт, можно его установить. Но пока что мы делать это не будем, я сделаю это чуть позже. А для того, чтобы это все сделать, я сейчас возьму полностью чистую приставку, сброшенную на заводские настройки, без каких-то приложений, и проведу вас за руку. Покажу вам, куда нажимать, что скачивать, и как сделать, чтобы у вас было тоже так красиво, как и у меня. Итак, что нам нужно, чтобы реализовать Android TV? Первое, это чтобы был интернет по Wi-Fi или по кабелю, приставки безразличны, главное соединение. Второе, это приложение Majisk и модуль ATV. Дело в том, что в последних прошивках, сейчас я посмотрю, какая у меня здесь стоит, настройки устройства, об устройстве, здесь у нас стоит 039. Вот это приложение Majisk, которое нам нужно, есть уже в этой прошивке, и есть в прошивке 038. То есть, если вы не хотите устанавливать ее, то просто обновляйтесь в официальную прошивку до 039. Сейчас я посмотрю, что у нас тут по прошивке. У нас 039, а тут уже у меня 039.1, и оно предлагает обновиться. Мы не будем устанавливать, я вам сейчас накачу сюда Android TV, и мы посмотрим, что можно даже будет с Android TV обновляться. Это большое преимущество, потому что, если вы ставите прошивку через программу, прошиваете Android TV, то обновлений, скорее всего, не будет. Этот способ этим и хорош. В общем, мы убеждаемся, что у нас есть интернет-соединение, также мы убеждаемся, что у нас прошивка 039 или 038, и заходим в настройки X3, югосовские, вот эти широкие настройки, заходим в суперпользователи. Здесь вот видим, получить право пользователя или включить Majisk. Сейчас у нас этого всего нет, мы заходим, включаем Majisk и перезагружаем нашу приставку. Вот, сейчас я включил, и мы ждем перезагрузки. Первая перезагрузка пошла. Эта перезагрузка может быть не сразу, так что дайте приставке пару секунд подумать, возможно, там 3-4 секунды, может быть, нужные. Сами ничего не делайте, включили Majisk и ждете перезагрузки. Итак, первая перезагрузка прошла, мы проверяем, что у нас все есть, настройка X3, Majisk включен, root права включены, все отлично. Поэтому мы заходим в меню, и у нас появляется с вами вот такое приложение Majisk Manager. Мы заходим прямо в него, и сразу же здесь нам предлагается расширенная установка. Мы, конечно же, одобряем, все это нам нужно сделать, чтобы была последняя, и ждем, пока она скачивается. Перезагрузка через 5 секунд. Еще одна перезагрузка, и мы возвращаемся после того, как приставка ребутнется. Приставка перезагрузилась, отлично, и мы заходим опять в Majisk Manager. Отлично, и вот у нас есть Majisk, и есть менеджер. Вот этот менеджер мы нажимаем кнопку, вот эту верхнюю можно скрыть, мы доверяем этому приложению. Здесь нажимаем кнопку обновить, установка. Разрешаем сторонним приложением установку, и нажимаем установить обязательно. Приложение установлено, готово, и мы нажимаем кнопочку открыть. Отлично, здесь у нас пока все готово, мы можем выйти, и сейчас нам нужно подключить флешку, или, например, вы по самбо-серверу кинете вложение zip-архив, который я сейчас копирую на приставку. Так, сейчас заходим в файлы. Вы можете по самбо-серверу, или так же, как я, с флешки. Заходим вот на флешку, у меня здесь вот есть файл, ugas.atv.zip.archiv, и мы кидаем его вот в папочку, например, загрузки. Ждем, пока будет копироваться, 15% скопировалось, осталось 16 секунд. Очень важно с флешки скинуть его именно на приставку, неважно куда, в загрузке, в недавнее, главное, чтобы оно перекопировалось успешно. Здесь смотрим, все, 100% отлично. Теперь выходим и заходим опять в Magisk Manager. Здесь в нижней плашке есть вот такие четыре кнопки. Нам нужно перейти на плашку модули. Она справа, если навести на нее, то здесь будет написано модули. И здесь вот кнопочка модули. Переходим на нее, и у нас здесь есть список модулей, это все неважно, мы нажимаем установить из хранилища. Разрешаем доступ к хранилищу и заходим, где у нас там, куда мы скопировали, в загрузке, да. Выбираем вот этот файл zip.archiv, не надо его архивировать, файл я добавлю под этим видео, он будет. Нажимаем вот этот файл два раза на него, и у нас начинается вот такая вот установка. Ждем буквально пару минут. И мы видим, что здесь у нас down, что-то произошло, успех. И нажимаем кнопочку перезагрузить. Все, после загрузки у нас с вами загружается Android TV, но здесь он еще сырой. И не издумайте ни в коем случае делать какие-то вещи, выключать его лучше, дайте ему, как говорится, пусть настоится. Здесь у нас еще нет никаких приложений особо, поэтому нам нужно подождать некоторое время, пока здесь все устанавливается. Вот видите, сейчас даже оно все как-то подключивает. У нас тут совсем мало приложений, но через пять минут будет больше, и, возможно, у вас приставка даже перезагрузится, но не факт, может быть, она просто обновит вот этот весь лаунчер. Поэтому все, что вам нужно, это ждать, дайте приставке, ну, я не знаю, пять-десять минут, и потом только начинайте с ней работать. Поэтому мы сейчас вот так вот кладем пульт и возвращаемся, когда будут установлены приложения. Вот видите, появилась уже иконка YouTube, вначале ее не было, это значит, что уже практически все готово. И я думаю, еще буквально несколько приложений, уже вот посмотрите, список тоже увеличился в несколько раз, поэтому мы ждем, и сейчас уже можно будет приступать к работе. Так, ну что ж, мне кажется, что уже практически все установилось. Кстати, посмотрите, сколько здесь прикольных установлено приложений уже сразу идет, то есть вам не нужно, нет нескольких буквально, которые я там использую, но, тем не менее, их доставить уже не так проблемно, но есть Wink, есть NUM, есть, что у нас там еще, TuneIn радио, в общем, есть прикольные приложения, есть Google Chrome, можно сразу же. После этого, чтобы появились здесь каналы, как было в начале, вам нужно там будет позаходить в приложение HD Video Box, Lazy Media Deluxe, вот нам можно зайти, например, давайте поставим вот эту галочку, вернемся, фильмы сейчас должны подгрузиться, вот, и появился уже нам, можно здесь тоже смотреть фильмы. То же самое, если вы зайдете в YouTube, здесь уже чуть-чуть другой YouTube, это не оригинальный, он без рекламы, вот, если вам понравится, то можете пользоваться, если нет, то просто установите Android TV-шный обычный YouTube, и все будет как нужно. Вот давайте добавим сюда еще YouTube, так, YouTube, Smart YouTube, и включим, например, рекомендуемые видео с YouTube, и оно сейчас будет подтягиваться с этого приложения, тоже неплохо. Здесь можно добавить каких-то приложений, вот, возможно, у вас будет вот такое вот окно, оно как будто перезагружается, темный экран, после всех этих установочек, видите, системная панель, что-то там, и сейчас оно появится. Возможно, перезагрузится, возможно, вот такое вот будет, как будто мини-ребут, вот, и после него можно считать, что уже все закончено, все сделано. По поводу настройки голосового ассистента, тоже здесь нужно будет нажать микрофончик, разрешить, и он, скорее всего, сразу не будет возработать, там нужно будет настроить, будет авторизоваться зайти в Google, и после этого будет все нормально. Вот видите, Google Assistant is not ready, вот, через пару, через минуту вы нажмете, и сможете уже там его настроить, все будет хорошо. А показать я вам хотел вот что, что здесь есть обновление, то есть, если будет выходить проверка, вот, видите, вот у нас с вами включился голосовой ассистент почему-то, если будет выходить обновление, то вот мы можем сейчас проверить, есть ли обновление, и вот оно есть, то же самое, 36 мегабайт, его можно поставить, все работает, у вас Android TV, и у вас поддержка обновлений. Это, мне кажется, вообще очень круто. Все, у нас скачалось обновление, и сейчас перезагрузится приставка, так что пару минут, и мы опять в деле. Так, ну что ж, как видите, обновление прошло успешно, давайте я посмотрю, что там касается нашего с вами микрофона, Google Assistant is not ready, он еще, видимо, готовится, поэтому нужно чуть-чуть подождать. Вот, все, уже готов Google Assistant, единственное, что нужно его здесь продолжить, настроечку, вот кнопка сверху, и здесь войти в этот Google Assistant, и тогда все идеально будет у вас работать. Прошивка эта классная, я уже ее тестил, все с ней ок. И знаете, что мне еще очень понравилось, что очень мало где реализовано, Air Receiver, в котором поддерживается AirPlay. Вот, например, смотрите, вот он здесь есть, разрешить, все ему разрешаем, сервис AirPlay, и если ваш iPhone или ваш Android находится в одной сети, вот с Android-ом-то понятно, что они дружат, но если iPhone, то здесь вот, смотрите, сейчас все как прикольно реализовано. Но вот что iPhone работает, так это идеально. Вот мы сейчас приключены к сети, я нажимаю повтор экрана, и модель X3 105, она называется, я нажимаю, и вот, пожалуйста, у нас есть скрининг экрана, все работает идеально. И что самое главное, знаете, что мне нравится, я сейчас выйду, выключу AirPlay, так, остановить повтор, и покажу вам еще классную функцию, которая здесь есть, но не все знают, как она классно работает. Вот вы, например, хотите посмотреть фильм не с приставки, не здесь в HD-видеобоксе, в каком-то приложении найти, а, например, в интернете с браузера. Есть такие люди почему-то, ну, или другой источник видео, неважно. Но если в этом видео есть вот такая вот иконка, в общем, тут пошла опять реклама, сейчас я ее пропущу, и мы с вами увидим, как работает отправка видео на приставку. Вот, мы с вами нашли фильм или видео на каком-то сайте, неважно, и здесь вот есть кнопочка, вот это вот AirPlay. Мы ее нажимаем, мы видим в списке наш с вами X3 105, мы на него опять же-таки нажимаем, и это видео отправляется на приставку, на ваш телевизор. Причем телефон активный, вы можете пользоваться им без проблем. И вот вам, пожалуйста, я запустил фильм, это прекрасная жизнь, очень классный старый фильм, он, правда, такой темный, потому что он 47-го или 46-го года выпуска, но вы можете пользоваться дальше своим айфоном, своим телефоном, здесь у нас идет фильм, вы себе лазите в инстаграмчике, в интернете, в телеграмчике, а здесь у нас транслируется фильм. Это очень удобно, любое видео, так как можно по AirPlay добавлять, с Android, с iPhone, поэтому круто, что в этой прошивке реализована такая функция. Давайте еще раз зайдем, посмотрим, что у нас тут пишется по прошивке. Здесь у нас версия прошивки уже 0.391, без какого-то изменения Android TV, все то же самое, название устройства здесь можно поменять. В общем, все работает очень классно, ребят, я советую, мне нравится Android TV больше, чем Android чистый, поэтому делается все легко, добавляется Google Ассистент, пульт, если у вас с микрофоном, кстати, родной пульт, который идет в комплекте с приставкой, тоже работает идеально, если кому-то важно, но возьмите лучше себе с микрофоном. Приставки и пульты, где их купить, вы можете найти под этим видео по ссылке, поэтому заказывайте, можно даже купить сразу уже с Android TV, но не суть. Да, ребят, забыл сказать очень важную вещь, как это все выключить, если вдруг вам не понравилось с Android TV или, не знаю, вам что-то решили все-таки вернуться на чистый Android, то заходим в Magic C, Magic, вернее, и вот здесь опять-таки модули, и вот здесь Android TV у нас установлены, ниже нажимаем на него удалить, а потом нажимаем перезагрузка, и все, у вас возвращается после перезагрузки обычный стол чистого Android от UBUS. В общем, вот такая вот, можно сказать, не прошивка, а модуль Android TV, который выглядит как полноценная прошивка, работает идеально. Я вам еще раз повторю, что если вам даже не понравится Android TV, то всегда там можно зайти в модули, отключить его и вернуться к обычному чистому Android. В остальном же классный модуль, куча прикольных приложений, есть AirPlay и поддержка отправки видео даже с iPhone, это очень удобно и решает проблему для многих пользователей. Если вам понравилось видео, также у вас есть вопросы, давайте буду ждать вас в комментариях, там уже пообщаемся. Если понравилось видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и будем с вами на связи. Все, всего хорошего, пока!